Витаем вас в нашей студии. Доброго ранга. Здравствуйте. Как начался этот ранг для вас? Лично для меня просто отлично. Отличное настроение. Ну, знаете, я как человек, который занимается, урегулируем чужих вопросов, и я помогаю вытаскивать сложные проекты, неоднозначно. И поэтому вчера у меня был очень плодотворный день. И, соответственно, настроение у меня отличное весеннее, и утро началось просто великолепно. Права потребителей – это очень важное направление, часто о нем задумываются. Но что на самом деле нужно знать человеку для того, чтобы иметь возможность защитить свои права? Ну, вопрос, на мой взгляд, очень важный и конструктивный. И прежде всего хотелось бы начать с того, что каждому потребителю нам нужно осознать тот факт, что это очень важный комплекс прав, с которым мы практически каждый день сталкиваемся. То есть осуществляя сделки, купли, продажи товаров и услуг. В любой отрасли, абсолютно. Для многих государств и развитых экономик это является государственной программой стратегического значения. Если мы говорим о развитых экономиках Соединенных Штатов Америки, Евросоюза, Юго-Восточной Азии, Китай, Сингапур, Южная Корея, для них это глобально. И государство уделяет очень много, каждый из государств уделяет колоссальные усилия на проверку, на соответствие качества, всем стандартам, собственно, товаров и услуг. Это делает государство через людей? В лице государственных органов. В лице, конечно, государственных органов. Но тут, конечно, будет немаловажно упомянуть и Украину, в данном конкретном случае. Почему? Потому что, поскольку экономики сейчас Украины и Евросоюза идут на сильное сближение, фактически, как бы, Евросоюз, естественно, приведя в соответствие, поставил условия Украине, чтобы эти, ну, фактически гарантии, да, то есть государственные образцы, которые закреплены прямо в законе, права, свободы потребителей, они на самом высшем уровне были защищены. И тут, соответственно, следует упомянуть о том, что недавно, собственно, Верховная Рада приняла пакет изменений, и сейчас с сентября 2015 и некоторые положения с января 2016, собственно, вносятся изменения и усиливается надзорная функция, создается государственный департамент по защите прав потребителей. То есть идет некая реорганизация, усиление надзорной функции со стороны государства, за качеством товаров. Ну, прежде всего, конечно, здесь товаров. Каких там, аптечные препараты, там, допустим, там, какие-то пищевые препараты. Что мне, как потребителю, нужно знать о своих правах? Первое, осознать, что на государственном уровне осуществляется глобальная защита, и государство гарантирует соблюдение прав, собственно, на любом этапе заключения сделки, покупки, получения товаров и услуг. В первую очередь, понять, что... Осознать. Есть к кому обратиться, если меня... Безусловно, безусловно. Это означает, что нет, не существует... Ну, это не какое-то там аморфное непонятное право, которое нужно там добиваться. Нет, уже априори, фактически, эти права, они комплексы прав. Они уже закреплены в законе, и, соответственно, каждый потребитель должен быть требователен. Это означает, что если там купили пару туфель, то чтобы восстановить свои права нарушенные, ну, к примеру, исходим из этого, ну, не нужно тратить 15 тысяч гривен для того, чтобы юристов, адвокатов пройти целые инстанции. То есть должна быть экономическая целесообразность. Это как минимум написать заявление к магазину, то есть к реализатору, собственно, там, торговой сети или все остальное, и как минимум грамотно это все сопроводить. Заявление отдать в сам магазин или в государственную? Да, да, элементарно. Ну, прежде всего, первая проблема, с которой можно столкнуться, это просто отсутствие согласия со стороны продавца, принимать это заявление под любым предлогом. Если отказывают, к кому обращаться? Значит, ну, то, чтобы я мог посоветовать, в данном случае то, что работает, применено неоднократно мной на практике, по моему совету, да, то есть там тех людей, которые обращались ко мне за советом. Первое, это нужно, конечно же, осознать, что если уж так сложилось, ну, купили подарок там или к себе, ну, не подошел. Всегда нужно покупать с удовольствием. Это неотъемлемый стандарт. Вот либо покупка, она приносит радость и удовольствие, а если нет, есть нюансы, значит, нужно возвращать. И это право закреплено просто и гарантируется государством, то есть непосредственно в законе. Первое, что нужно сделать, это, конечно, выделить время, чтобы заняться этим вопросом, как минимум. Это не будет пятиминутный разговор. Я сразу готов просто обозначить этот риск, потому что люди просто могут разочароваться и уйти. Первое, это прийти на стыр, ну, безусловно, письменная форма. По-другому, к сожалению, вот... То есть для начала нам нужно вернуться в магазин, правильно, и обратиться туда? Конечно. С товаром. Вернуться сразу с заявлением. Да, безусловно. С заявлением, товар. И обязательно квитанция. Это ключевой документ, который подтверждает, собственно, переход права собственности, саму сделку именно с этим реализатором, контрагентом, и это обязательный документ. А как быть с интернет-магазинами? Сейчас довольно популярно и очень распространено именно совершение покупок через интернет. Если мы совершаем покупку, там, передаем деньги из рук в руки, либо второй вариант, если мы совершаем покупку, используя платежную карточку и просто вводим свои данные, как бы платеж проходит. Что является доказательством в таком случае? Кому обращаться, куда идти, в какие двери стучать? Первое, наверное, на мой взгляд, самое важное. Нет никакой принципиальной разницы. Вы все равно потребитель, на вас распространяется весь комплекс прав и гарантий, о которых мы говорили, на получение полной достоверной информации в течение 14 календарных дней. Вообще, вот просто для того, что вот не могу я использовать данный товар по назначению, не подошел по фасону, по цвету, ну, как-то вот непрактичен для меня. Вот все. Это, естественно, нужно указать в заявлении. Принципиальной разницы между покупкой в торговых сетях каких-нибудь, в магазине и покупкой через интернет нет. Вы все равно потребитель. Ну, здесь единственное, что необходимо, конечно же, получить документ, подтверждающий факт оплаты. Если это была платежная карта, соответственно, как бы ваш банк имеет квитанцию, у вас есть выписка и все остальное. Вот. И, по сути, вам необходимо только одно. Покупать из надежных источников, таких, которых вы знаете, да, и где будут какие-то данные, собственно, указанные на продавце данного товара, поставщике, так называемый, с которым у вас был заключен договор. Если это непонятно кто и непонятно где он находится, у вас просто не будет возможности предъявлять претензии, ну, вы не знаете, куда пойти, да, то есть, ну, что делать. Ну, нет информации. Другая ситуация. Ни контактных данных там, да. Другая ситуация. Если там вот мы уверены в продавце, все хорошо, проверены тысячу раз, но ни с того ни с сего, мы там совершили заказ, например, еды, заказали пиццу там с колбасой, а нам привезли ее с грибами. Конечно. Я не ем грибы, что делать? Возврат. То есть, вы, по сути, как бы совершенно не задумываясь и более того требовать на осуществлении вашего заказа, который был согласован, да, то есть, есть определенная форма, есть оператор, который принял, если мы говорим о пицце, да, то есть, который принял заказ, это четкая спецификация, идентификация товара. Я хочу суши именно с такими ингредиентами или пиццу такого образца, такого вида, то есть, и никакую иначе. То есть, вы можете, конечно же, и согласиться, ну, вот такую вот пиццу привезли, вы будете ее брать. Вот что спросит, ну, вот первый вопрос, да, скажите, вы вот будете брать именно такую пиццу, она отличается от той, которую вы заказывали. И вы уже сами для себя решаете. А, возможно, скажете, ну, почему бы и нет? А если я увидела это уже, например, зайдя в офис? Первое, конечно, вы можете, соответственно, зафиксировать. Нужно позвонить оператору, нужно сказать, что, почему меня не предупредили, а? Потому что тут, по сути, уже сразу можно говорить о нарушении прав на получение полной достоверной информации. Это уже либо ошибка, ну, такая вот, ну, человек торопился, действительно не успел предупредить, или там как-то вот это получилось. Либо сознательное, да, сознательное введение в заблуждение, что приравнивается к нечестной предпринимательской деятельности, которая запрещена. То есть и тут уже два варианта, да, то есть одно дело, когда там привозят там мебель, да, то есть вот по тому образцу, и ты понимаешь, что это совершенно не то, что ты заказывал. И тут, естественно, нужно реагировать, а, решительно, второе, молниеносно и с соблюдением вот этой вот процедуры, да, то есть там нужно обязательно письменная документация, что вы обращались, что вы что-то делали и все остальное. К примеру, мы купили билеты в театр, в кино, на концерт, не имеет значения, а он отменился. У нас есть билеты, у нас есть документ, который подтверждает, что мы эти билеты купили. Мы их купили в онлайн. Кому обращаться? К реализатору. К реализатору, безусловно. То есть непосредственно к собственнику сайта. Да, но я просто приведу пример, почему так, а не иначе. Вот, к примеру, там завод по производству какой-то продукции, да, он производит, он там смотрит и осуществляет все необходимые меры, чтобы товар был качественный, безопасный, да, то есть вот такой, как нужно. А есть реализаторы, торговые сети, к примеру, там магазины, которые, собственно, со своей наценкой, они осуществляют продажу непосредственно уже потребителю. То есть есть цепочка производитель, реализатор, потребитель. Соответственно, потребитель может обратиться в первую очередь к реализатору. Не исключено, что к заводу, но зачем? Ну, то есть это немножечко сложнее, потому что есть чек, квитанция, которая подтверждает требовать, собственно, возвращения своих средств. Тут нет ничего такого. Единственное, конечно, нужно всегда помнить такие вещи, что есть определенный срок. У нас есть там два комплекса прав в сфере возврата там товара. Надлежащего качества и ненадлежащего. Это две принципиально разные вещи, которые предусматривают немножко разные процедуры возврата. Если это товар надлежащего качества, который просто не подошел, соответственно, нужно письменное уведомление. Это просто закреплено на законодательном уровне, а иначе, ну, если не соблюдать этот протокол, процедуры, да, то есть, соответственно, ответственность. Ответственность достаточно серьезная. Не задавим ли мы этим малый бизнес в Украине? Для чего это все делается? Для чего высокие стандарты? Стабилизация рынка, уравнивание в правах и свободах как и производителей, реализаторов продукции, так и потребителей. Потому что, по сути, если мы говорим о том, что вот существует ли сейчас равенство прав, ну, мы не можем говорить в полном объеме, потому что у нас очень много таких моментов, когда вот реализатор товара, он не предоставляет полной достоверной информации еще до момента принятия покупателем решения, покупать это или нет. Это делается для потребителя, это просто законы экономики, которые вот постоянно вот работают, то есть, соответственно, это очень важно. У нас бизнес немножко заточен на то, чтобы думать категориями краткосрочной перспективы. Ну, откроюсь, полгодика поработаю, посмотрим, как пойдет и все остальное. Отсюда мы имеем и нарушения, отсюда мы имеем отсутствие работы со своим персоналом, которая просто не способна, ну, на надлежащем уровне просто донести и выполнить свои обязательства. То есть, почему-то вот нет полного понимания со стороны малого бизнеса, но мы живем в реальном мире. Малый и средний бизнес, как известно. Категория отсутствует у нас пока что? Нельзя сказать, что ее вообще нет, потому что приходят иностранные капиталы инвестиций, и они уже, собственно, работают по этим схемам. Они вот, да, они приходят, они смотрят, ничего себе, но, тем не менее, они не отступают от этих правил. Это обязательные правила игры, их нельзя не придерживаться. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Приходите еще к нам. С удовольствием. Спасибо. Спасибо.